КОНТРАБАНДА Товары в магазине, а именно наборы с танками Получать вместе с ними вот такие вот билетики с знаком процента И собрав определенное количество таких билетов Приобрести себе что-то непосредственно в самом событии с контрабандой Что можно получить? Как видите, есть главная награда Бураска за 500 билетов Но не так Бураск интересен, как некоторые другие вещи, которые сюда положили Здесь есть 10 контейнеров, но покупать их придется по одному мега контейнера Это для тех, кто любит пооткрывать всякого рода контейнеры Чтоб что-то вкусненькое оттуда забрать, и то если вам фартит Контейнеры, собери их все Есть также интересные контейнеры на абсолютно новый коллекционный танк 9 уровня Контейнеры на БЗ-58-2 Если сил хватит, обязательно сниму обзор на данную машину Там есть о чем поговорить Ну а контейнеры в принципе абсолютно стандартные Шанс выпадения машины 1% и куча всякой другой лобуты Понятное дело, интересовать будет сам БЗ, но вероятность выпадения, как видите, 1 к 100 Ну, маловато Если бы хотя бы 5% было бы немножко поинтереснее С другой стороны, машина новая, поэтому процент попридержали Есть любимые мною контейнеры огромный сюрприз Тоже 10 таких контейнеров можно себе забрать И здесь фишка контейнера заключается в том, что из этого контейнера вы получаете контейнер на какой-то из танков И в этом контейнере вы однозначно получаете либо машину, либо золото Третьего здесь не дано Если танк присутствует у вас в коллекции, то получаете за него компенсацию голдой Самый прикольный, самый интересный контейнер, как мне кажется, в нашей игре И появился обалденный новый контейнер, контейнер контрабанда Который завезли именно к данному событию И здесь, ребят, в этом контейнере собраны коллекционные премиумные машины Начиная от семерок и заканчивая десятками И в любом случае из этого контейнера какой-то танк вы забираете То есть здесь нет всякой шелухи типа бустеров и подобных вещей Здесь только машины И в целом я бы сказал, что машины собраны самые годные, самые интересные Из тех, которые присутствуют в нашей игре В общем, контейнер действительно удался Но давайте теперь обсудим вопрос того, что можно приобретать себе за голду И в целом, что действительно стоит купить А что продается по реально завышенной цене Как видите, есть на продаже, начиная от десяток и опускаясь до седьмого уровня Просто опустимся вниз в магазине и попытаемся обсудить вопрос того А действительно ли адекватная цена и будем подниматься к десяткам На удивление, почему-то среди семерок затесалась такая машина, как Экшн Икс Ну затесалась, да и затесалась Стоимость 9 тысяч голды И я лично считаю, что данный набор с завышенной ценой Да, вы получаете 57 этих билетов Но блин, Экшн Икс продается в основном за 7-7 с половиной тысяч Да, пускай к нему еще есть легендарный внешний вид Но можно катать и без него Он не является обязательным И без него машина нормально вполне себе смотрится 9 тысяч, мне кажется, за данный набор перебор Пишите в комментариях свое мнение В отношении Пантеры Пантера 3,5 тысячи Это объективная нормальная цена Типичная, по которой тачка продается То же самое могу сказать про Тайпа 64 Ничего удивительного 3 тысячи стандартный ценник В отношении Того 2 Тоже 2 косаря Типичная цена, по которой машина продается Когда выходит на продажу В составе какого-то наборчика Даже порой, а не просто в голом состоянии А именно с открытым всем оборудованием Просто слот в ангаре В отношении вот этого товарища А именно с ТРВТ Могу сказать от себя следующее 5,5 тысяч Это дорого для данного танка Нормальная объективная цена 4 тысячи голды Но здесь вы имеете В комплекте легендарный внешний вид Плюс получаете открытое все оборудование Поэтому в целом Для любителей ПТшки С поворачивающейся рубкой и барабаном Да, пускай картонная Это вполне себе приемлемая цена Чисто за фан Это не нагибатор Поэтому 40 раз подумайте Стоит ли лично вам приобретать данную тачку В отношении Супер Хеллката 5,5 тысяч Очень дорого для данной машины Набор того не стоит Потому что объективно Данную тачку продавали Даже за 3,5 тысячи голды А один раз по-моему Даже бесплатно раздавали Короче говоря Супер Хеллкат сразу мимо В отношении ФВ-201 А45 5 тысяч для него дороговато 4,5 тысячи Нормальная объективная цена Но с учетом того Что есть легендарный внешний вид Можно прицепиться к этому вопросу И сказать что окей С натяжкой брать можно Сомуа Просто скажу берите Просто скажу берите Если вы хотели себе данную машину Потому что 7,5 тысяч голды Это нормальная цена За голую машину Здесь вам предлагают тачку С легендарным внешним видом Открытым всем оборудованием Да и плюс 47 билетов Которые нужны Для этого игрового события Поэтому сомуа Сразу да Абсолютно без каких-то вопросов То же самое касается Джессора Многие скажут Не, ГСН дорого Но, ребят Это классная ПТХа С поворачивающейся рубкой Вполне себе подвижная С легендарным внешним видом Без которого Действительно тачка Смотрится меркло И при этом Все, ребят Обладает хэш-фугасами Короче говоря ПТХа супер На восьмом уровне Играется комфортно Нормально, приятно Я лично, как ПТ-вод Обожаю данного товарища И 8 тысяч голды За него отдать Реально не жалко Если они у вас есть И любите ПТшки То, милости просим Барабан вам в помощь Потому что именно им Он и обладает В отношении Т-2020 Особо разговаривать нечего Максимальная объективная цена На данную машину В голом состоянии По моему скромному мнению На сегодня Это где-то тысяч пять с половиной Его пытаются продавать дороже Но он того не стоит Он из разряда ВЗ-121 Из разряда ВЗ-112 Из разряда Ледяного Короче говоря Тачка морально устаревшая Не стоит того 8 тысяч Пройдите просто мимо Даже не тратите свою голду Он того просто реально не стоит В отношении Канона Ягд Депанзера Могу сказать только одно ПТшка Интересно своим орудием Все На этом все заканчивается Он не живучий Он подвижный Но блин Он малорезультативный И применить данную машину Сможет далеко не каждый танкист Я со временем покупал Больше чем за 20 тысяч голды Когда появилась данная ПТ До сих пор жалею И не потому что переплатил На то время А просто потому что ПТ Действительно очень сложно реализовать Я ПТ-вод И мне Канона Ягд Депанзер Не нравится абсолютно Что могу сказать про Бизонты Сразу да 8 с половиной тысяч Система дозарядки Два снаряда Один снаряд постоянно в работе Один страховочный Очень классный Приятный танк Да Не такой тяжелый танк Как хотелось бы Но В легендарном внешнем виде Смотрится круто А без него Вообще никак 8 с половиной тысяч За такую машину Отдать не грех Я бы честно говоря За Бизонты отдавал даже 10 Мне лично нравится Играю довольно часто На стримах Получаю удовольствие Действительно могу накидывать И раскидывать В случае необходимости ТС-60 Долго мечтал о данной ПТ-хе До сих пор с радостью ее катаю Покупал ее за 10 тысяч В голом состоянии Сейчас вот появилось Предложение за 9 тысяч С легендарным внешним видом И я считаю Что на сегодняшний день ПТ-ха очень приятная Обладает броней И да Действительно Хорошо играется В руках ПТ-водов Частично поворачивающаяся рубка Нормальные углы склонения орудия Хорошая точная пушка Короче говоря 9 тысяч Данный танк Действительно стоит Того же самого Не могу сказать Про Шкоду Т-56 Да С легендарным внешним видом Голем Но блин 9 с половиной тысяч Голды Мне кажется Дороговато Если бы выставили на продажу За 8 с половиной Я бы сказал Что в принципе Можно брать Но Орудие сложное в реализации Танк не настолько крутой Как хотелось бы Поэтому 9 с половиной Мне кажется Перебор В отношении КПЗ Р-Х Машина из разряда новых Именно поэтому Ценник на нее держат Танк приятный Хорошее Классное орудие Очень крутой ДПМ Вполне себе Реализуемый 10 тысяч Просят только Потому что Танк Из Недавних Плюс-минус Завезенных машин В игру Именно поэтому На него Ценник придерживают Потом этот ценник Упадет Объективная цена На машину 8 тысяч С учетом того Что новая тачка Просят 10 С учетом Легендарного Внешнего вида И да Окей Если вы любитель Всего нового То за десятку Можно брать Но советую Несколько раз подумать А еще посмотреть Мой обзор На канале Для того чтобы Понимать Сможете ли вы Играть на данной 46-я Всем привычная машина Много распыляться Не буду Скажу лишь Что к ней положили Как видите Новый легендарный Внешний вид И 10 тысяч Ценник Я считаю Перебор Перебор Именно потому что Большую сумму Из накрутки Затягивает на себя Новый легендарный Внешний вид Сама прога Продавалась За 7-7,5 Плюс легендарный Внешний вид 2,5 тысячи Ну блин Тогда проще Не знаю Подождать Падение цены Какой нибудь Скидочки Купить легендарный Внешний вид Если у вас Допустим Там есть желание Прогу купить Чуть позже За 7,5 Если прям Не терпится Десятка Ну просто потому что С новым легендарным Внешним видом Ничего сказать не могу За сам танк Уже ответил 7-7,5 тысяч Потолочная цена На машину Хотя тачка Интересная На сегодняшний день Реализуема 12,5 тысяч За КПЗ-70 В его легендарном Внешнем виде Без которого Танк смотрится Вполне себе нормально Можно подобрать Что-то другое Танк Хороший Приятный Очень уронный За выстрел Альфа там Просто зашкаливающая Но ребят Далеко не для всех Угла склонения Орудия Немножко не хватает И да Придется научиться На нем играть Это нестандартная машина 12,5 тысяч Мне кажется Перебор Объективная Нормальная цена Для вот этого Вот всего Должна была быть Ну пускай 11 косарей Поэтому не рекомендую КПЗ сейчас покупать Действительно Слишком На него Цену-то Взадрали 15,5 тысяч За Кобру Кобра В принципе Танк из новых И в легендарном Внешнем виде Смотрится просто шикарно Без него Вообще Никак 15,5 тысяч Но тачка Очень странная Ты никогда Не можешь рассчитывать На то Сколько урона Ты нанесешь Такое впечатление Что танк Как-то живет Своей жизнью У него Стоят Кумулятивные Снаряды В виде Основных Снарядов И осколочно Фугасные В виде Снарядов Голдовых И здесь Точнее не голдовых А просто альтернативных И тогда Здесь получается Вопрос А сколько Все-таки Я буду накидывать Урона За каждый Свой выстрел Никогда Не угадаешь В один Выстрел Ты даешь 520 530 А в другой Можешь нанести Максимум 70-80 Да, ребят Я не ошибся Именно 70-80 Единиц урона Короче говоря Орудие Полностью Непредсказуемое Я бы За 15.5 Кобру Покупать Не рекомендовал АМХ-30 АМХ-30 Танк Для любителей Средних танков У которых Ровные руки Будем говорить Откровенно И проблема АМХ-а Заключается в том Что его очень часто Бросают к десяткам Но поскольку Эта девятка Вполне годная На ней можно Настреливать Можно играть Можно получать Удовольствие И я порой Несмотря на то Что французские танки Не сильно люблю За 10.5 тысяч Данную девятку Вам рекомендую Он действительно Объективно Стоит этих денег И у вас Будет вполне себе Приятная коллекционная Машина в ангаре Которую вы будете Периодически выкатывать Для того Чтобы выполнять Какие-то боевые задачи Связанные с французскими танками Либо средними танками Т22 Т22 За 17.5 Однозначно Брать стоит Танк Классный Танк Интересный До сих пор У него есть Читерская броня Которая неизвестно Как работает Но довольно часто Танкует Действительно Получаешь удовольствие От игры На 10 уровне Круто накидываешь Не хватает Угла склонения Но в целом Привыкнуть можно Легендарный Внешний вид И все это За 17.5 Тысяч Стандартной цены Для танков В голом состоянии А здесь С легендарным Внешним видом Иксами В количестве 30 штуки Целых 111 Вот этих Билетов Со скидкой Плюс Открытое все Оборудование Однозначно Годный набор Рекомендую За 17.5 Того же самого Сказать не могу Про ВЗ 111 5А Машина Легко пробивается Солба По корпусу Вроде бы Типа крутой танк Но был когда-то На сегодняшний день Не играется Его легендарный Внешний вид Оставляет желать Лучшего Ну видно Видно что его Давно не обновляли И этот легендарный Внешний вид Был актуален Где-то приблизительно На 2000 Эндок 16 год На сегодняшний день Вообще Никак тачка не смотрится Да и особо Не играется Когда я вижу Среди противников ВЗ Я не смущаюсь Абсолютно Понимаю что Справиться мы с ней сможем Абсолютно Без каких-то проблем И за 18 тысяч Покупать данный набор Это перебор Объективно Разработчики Должны были поставить Сюда ценник 1015-16 И то я не думаю Что много кто Разбирал бы данную машину Ну и 18.5 За КПЗ 50Т Я считаю Что Джаггер Действительно Действительно Стоит 18.5 Очень классная Приятная Астеха С неплохо Забронированной Башней Да Картонный корпус Но Просто Необходимо понять Как отыгрывать данную машину От башни А отыгрывать ее можно Там есть все Для этого И хорошо Забронированная башня И хорошие углы Приведенной брони И угол Склонения орудия Как видите Минус 8 Вниз Короче говоря Для Астехи Очень даже приятно А орудие Действительно Классное Скорострельное Точное Быстро Сводится Играю И кайфую Недавно Достал Из коробки Ну и честно говоря Радости Полные карманы 18.5 Тысяч Стоит Однозначно Ну а билеты Сможете потратить В игровом событии Вот такое Вот короткое А может быть И не очень Короткое мнение По поводу того Что можно взять В магазине И что действительно Стоит своих денег Ну а что Выбирать в самом Событие Контрабанда Определяйтесь Самостоятельно Я побежал Снимать следующее Видео Специально для вас А вам друзья Мой Искренне желаю Надеюсь вы подпишетесь На канал И поставите лайк Ост данному видео За мои старания Всем пока-пока